Так, запись прошла, мои друзья, в Красном Хуторе. Вот, это себя родного не рекламирует, эта посылка пришла из Селябинска, отправил мне ее Долнатов Валерий Александрович, один из волшебников, один из наших российских гений, наука не знает, что он гений, самое интересное, что если даже скажут, что он гений, она и ухом не поведет, у нас в стране гением назначается, понимаете? Поняли, какая ирония в моих словах? У нас в стране гениев назначают. Помните, когда милиционера назначили академиком? Академик это уже сплошные гении, подумаешь, милиционер. Так, поехали, это посылка, заглянули, видели, открываем. Раз, два, три, четыре. Это чудоватная мастика. Кстати, вставлять инструкцию. Надо быть даже вместе и прочем. Я сейчас посмотрю, идет ли запись. Вот, всяко бывает. Запись идет. Так, и смотрю, все ли вам видно. Бутылки видно, но как их видно-то? Ага, фактически целиком. Итак, значит, предисловие. Я, Железа Валерий Константинович, однажды был в Челябинске. Проводился слет, и мне вызвался помогать на чужбине, можно сказать, Долматов Валерий Александрович. Наш общий друг с моим вторым нашим другом Латинком Юрием Алексеевичем. Вот, оба они уникальны. Оба они непризнанные гении, таланты, выдающиеся. И нет таких эпитетов, которые бы они не заслужили. Вот. Одним изобретением Валерия Александровича, как потом оказалось, является вот этот лак мастика. Так. Вот. Составь ее уникальный, засекреченный. Вот. Продает понемножку среди своих. Готов продавать по полторы тысячи вот такая баночка, или только своим. Так. Несколько лет я ей пользовался, пока она не кончилась. И как кончилась она, и дружба не прекратилась, а прервалась с Александровичем, потому что у нее наступил черный период жизни. Конечно, в итоге только недавно он обрел опять жилье, и опять готов помогать, развивая вот эту тему. А я, Железов, утверждаю, что у меня произошел уникальный случай. Смотрите. Видно мой честный физиономик? Нет? Да мне нет помощника тут. Случай уникален. Настолько, что может быть даже совпадением. Итак, 10-12 лет назад забушевала дикая, страшная, непонятная, смертельная болезнь именно яблонь. Абрикосы как тогда, так и сейчас продолжают плодоносить в невероятных количествах. Вот. Наш край считается абрикосовым. Ау, в Москве об этом не знают. Вот. Кажется, не знают. Или знают, но стараются как-то эту тему обходить. И вот в Яблоне случилась беда. Абакан, Минусин, Саяногорск и окрестности. Вот. Я сам свидетель одномоментной гибели за год, за два десятков тысяч. Потому что у нас же яблоньевый край был. Вот так стоят вдоль дороги сотни и тысячи дач. И на каждой даче по несколько прекрасных взрослых яблонь. И вдруг едешь посреди лета, а оно все сухое, все мертвое. Вот это было. Наука и сейчас не знает, что это такое. Мало того, она не стала разбираться. Вот. Органы некоторые, которые... У них есть такое слово... У нескольких бурокнических органов есть слово «надзор». В том числе. И вот эти надзорные органы, они сказали, грибы сожрали. Вот. Это все неправда. Другое дело, что... Я потом придумал свою версию, что сожрали на самом деле... Именно... 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 Причина биологическая. Вот. Какое-то биологическое оружие, которое к нам было завезено не то, что специально, а скорее всего с саженцами, южными, какими угодно. Там, на своей родине, может они безобидные, у нас получились обидные. Уничтожены десятки, сотни тысяч яблонь. На рынках исчезли наши шикарные яблоки. Вот. И теперь как мой сад этого избежал? Вот. В общем, мы поняли, биологическое оружие для меня это как бы... Я его назвал рак биологический. Ну, как бы сказать-то... Да не придумал, даже названия ему нету официального. Это назову ляпну, оно прилипнет что-нибудь к нему. Вот. И тогда совпадение было такое. У меня у всех соседей погибли. Я показывал в фильмах. Я вызывал телевидение. И в течение... Тогда я пользовался огромным авторитетом. А телевидение было не все равно. Я показывал часовой, двухчасовые фильмы. Где я ходил по этим садам. Черными штамбами. Вот. И рассказывал, учил, рассказывал. Бил тревогу. Ничего не помогло. Вот. Там оказывалось потом где-то просмотр 150 тысяч. Но это все равно капля моря. Вот. Да, и телевидение показало. А я показал параллельно их рабочий материал. И показал уже на ютубе. Дальше. Значит. Совпадение такое. Все в Красном хуторе все яблони уничтожены. А мой сад цел. Но у меня их было мало. У меня до этого лет за десять на пожаре сгорел мой яблоневый сад на острове. Ну, его, честно говоря, сожгли. Вот. Обещали не жесть. Тогда было слово такие, как... Да, все проехали. Но сожгли. И здесь, когда я вернулся, много уже яблонь посадить не мог. Прикупил двадцать соток, десять соток. Заплатил за все лишние два миллиона своих денег. Но уже на тот момент, когда меня выжили с острова, а тут уже места почти не было. То есть здесь было место в основном под персики, абрикосы, сладчайшие груши, череши. А под яблонями... Но, тем не менее, два десятка яблоней было и сейчас есть. Подчеркиваю, и сейчас есть. То есть они не погибли. А должны были погибнуть. И я, вольно-невольно, провел такой параллель. Именно в эти годы... А я много резал. Я отрезал не как учат отрезать ветки толщиной за руку, ветки толщиной с ногу. Это повсеместно. Начинаете резать, как академик, это стало болезнью такой всероссийской. Уничтожим деревья, зачем они нам нужны? Причем уничтожать будем с любовью. Берете секатор, берете пилу и с любовью калечите и уничтожаете. А потом уже топор. Вот. Уже с ненавистью. Ах ты! Сдохла! А почему? Кто виноват, я не знаю. И дальше. Я отрезал только... Нет, все-таки еще раз посмотрю. Бывает раз, и никакой записи нет. И я зря напрягаюсь. Нет, запись идет. Тогда слушайте дальше. Вот. Я занимался обрезкой, как все. Так, но резал только просто последнего года. Оставляя вот такие пенечки на дальнейшее развитие. Тут две-три почки спящие и две-три почки ростовые. Когда тут отрезал, они дадут еще два-три-четыре побега. И я на следующий год могу резать еще больше, на следующий больше. Ну, а потом уже немножечко она засыпает, как бы сказать это другое слово. Затухает развитие. Это всегда так. И маточный сад у меня выходит на пенсию, становится просто садом. И должны были погибнуть все яблони. Они не погибли. И я это связываю. Я не зря это говорю. Вот когда у человека случилась беда, так он меня ничего не просил. А я ему выслал огромное количество семенного материала и косточки. На того, чтобы по новой развить сад. По новой. Так бывает. И вдруг вот сейчас он... Я не просил. Он мне не просил те семена. Это он сказал. Надо, надо. Выслал такую коробку с этой, доброй тысячей. А косточек. А он мне вдруг раз присылает вот это. Давайте теперь посмотрим. Совпадение или нет. Я зимой отрезал ветки в ноябрь-декабрь. Но замазывать садом варом он твердый, как камень. Согласны? В последние годы, пока я не знал, что у человека случилась беда, и он перестал этим заниматься. Вот этим. Я тогда замазывал масляной краской. Такой густой-густой. На морозе она густеет. А до этого, вот в момент эпидемии, я замазывал торцы. Я брал, наливал баночку. Баночку, кисточку. Идем вдвоем. Я режу, режу, режу. Черенки. Абрикосы очень нежные. Черешни нежные. Персики нежные. И яблони. Кстати, оказалось, яблони самые болезненные переносят именно обрезку зимнюю. Вот из чего не ожидал. Всегда считал, что они самые крепкие на мороз. И вдруг, здрасте, такие же как персики. А вот абрикосы терпят обрезку. Вот. Я много показал фильмов. И много показал вам вебинаров. И везде-везде еще покажу не одну сотню. Везде, где я режу яблони. Не везде. Но часто ниже вот этого вот торца. Вот этого вот. Отрезанного. Вот еще пять сантиметров мертвое чемпи. Десять. Вся ветка мертвая. А там, где не режут, все яблони целы. Вот. И получается так, что когда началась эпидемия, я как раз замазывал вот этим вот. Вот этим чудом. Совпадение, что у меня сад-то цел. Все погибло в округе. Все. Все. У всех. А у меня нет. И сейчас... Сколько я вам фильмов показал? Вот я сейчас развернусь камеру. А, кстати. Ой, как здорово. Я сейчас последнее снимал. Яблоки. Кстати, не просто сейчас. Кыш. Кстати, не просто сейчас. Кыш. Вот смотрите. Я не просто снимал вот эти яблоки. Уже после первых морозов. Да? Вот. Вот. Вот такие. Вот такие сорта. Вот. Это богатырьское. Пусть корявое, но последнее яблочко. Вот. Это, к сожалению, уже прихваченное морозом розмарин. Вот. Сейчас покажу. Ух. Ух. Вот видите. Это антоновка. Это самое последнее. Они висят на дереве. И что интересно, я сейчас только фотографировал. На кончиках веток. А вот те специалисты, в кавычках, они все учат эти ветки отрезать. У меня будет вебинар. Я уже не выдержал. Еще раз покажу эти фотографии. Все эти яблоки. Вот еще. Вот здесь. Они все на кончиках веток. Я покажу фотографии. Доказательства. Нельзя. Ничего нет. Там до полутора метра, до высоты головы выше. А они, плодовые веточки, они от самого низа идут. Раз, два, три, четыре, десять, тридцать, сорок. Отрезают ветки. Не замазывая и оставляя страшную радость. Это вот это вот такое впечатление, что эти люди от дьявола. Почему они так себя ведут? Кто им внушил, что эти ветки все лишние? Когда сейчас... Вон фотографию не сейчас покажу. Вот. А покажу как... Буквально вот понедельник вебинар. Вы знаете этот вебинар? Нет? Еще запишитесь, не пожалейте. Ну и наконец снова возвращаюсь. Читаем. Вначале сами. Если видно. Вот это вот. А если не видно, я еще читать не разрешился. Лак мастика для залечива ран при растрескивании коры, а также для закрашивания срезов при обрезке плодовых деревьев. Подчеркиваю, я обрезал только кончики вот такие вот, при росте последнего года. И у меня деревья целы. Но я никогда не резал при росте предпоследнего года. Трехлетние не отрезал. Четырех-пятилетние. Вот. А вот эта какафония, это страшная картина. Вы только наберите обрезка деревьев. Вы увидите тысячи материалов. Наберите там фото или фотографии схемы обрезки. Или просто обрезки. Вы увидите тысячи снимков изощренных, как уничтожать деревья. Они не ведут, что творят. Им нужны лайки, им нужны просмотры, лайки, просмотры. Уже отменена эта долбанная монетизация, которая привела к разгулу вот этого. Все полезли в специалисты. Представляете? Вы бы в самолет поводили бы. Все бы пассажиры посидели бы от страха, еще обмочились бы. Ну и куда вы лезете? Как будто садоводство это какая-то тупая вещь, где только надо резать, резать и резать. Вот это хотел сказать. Ребята, Валерий Александрович, спасибо огромное. Впереди опять заготовка членков. Вот. И только они, мне кажется, спасли мои яблони на тот момент, когда была эпидемия. Она и сейчас не закончилась. Время от времени подходит, люди говорят, Константинович, а у меня опять, у меня опять. Вот. А я ничего понять не могу. Я смотрю, саженцы, да, продают человек осенью. Они одно-двухлетние, а они с листьями зелеными. Условно зелеными. Ведь видно же, что уже они это схвачены. Уже. Ладно, если это был черный рак, он только касался взрослых и старых деревьев. Молодежь никогда не трогала. Почему? Потому что никакой это не рак. Это образ и название. С возрастом дерево начинает болеть, кора у него начинает умирствляться. И на мертвую кору садятся грибы. И занимаются честной продуктивной деятельностью. Как на всей планете. И нет никаких патогенных грибов. А то давно бы все перемерли бы. А вся растительность была бы мертва. Сказки придумали. Сотни миллионов тонн по всей планете. И у нас тоже миллионы тонн. И вы должны с весны до осени. Профилактическое, летнее, осеннее. Перед цветением, после цветения. На зиму. На это самое. И все опрыскивать, опрыскивать. Только потому, что дальше на этом сайте идет реклама этих же ядов. Ну что, выговорился? Уже который раз говорю, так меня никто не слышит. Александр, спасибо за эту штуку. На всякий случай я по неволе рекламирую. Это замечательная вещь. Ребята, покупайте. О, мое. Я же не имею права так заканчивать. Внимание. Ищу Долматова. Только сейчас сообразил. Он вам понадобится. Берите ручку, записывайте. Берите ручку, записывайте. Вот оно, спасение. А, я же не договорил. Сейчас в Долматова наберу. Долматов Валерий Александрович. 8-919-332-12-19. Повторяю. 8-919-332-12-19. Я же не дочитал. Для залечивания ран, при растрескивании коры. Для закрашивания срезов при обрезке плодовых деревьев. Это то, что я делаю. Вот. Отпугивает грызунов, мышей, крысь. Перед определением сильно встряхнуть. Так. Состав продукты нефтепереработки. Продукты природного происхождения. Природного. Вот. И это скоро станет, пока... Я всегда стараюсь сам все перепроверить. Якобы раны заживаются и появляется новая кора. Якобы. Вот. Но это я уже слышал ни от одного, ни от двух. Ну и наконец инструкция пришла. Но читать ее целиком не буду. Стоит вам только заказать эти бутыльки. Вы, пожалуйста, получите... Вы, пожалуйста, получите вот такую. Вакуастика инструкции по применению. И просчете все сами. Можете даже отсюда что-то прочитать. Может вот так? Потом остановите запись. Если видно, прочтете. Я все стараюсь быть добросовестным. Так может быть. И, наконец, инструкцию я сберегу, потом почитаю. Вот. Я, кажется, малый дедрак. И драк немалый. Вот это мои книги. Пользуюсь случаем. Последнее. Садоводство для избранных судьбой. Фактически это энциклопедия. Но теперь уже настоящая. Не вот эти вот рассказы людей, которые далеки от садоводства. Вообще никогда ничего не растили. Может быть, кроме трех несчастных деревьев. Вот. А учат нас, надергав все в интернете. А вот это настоящее. Это выращенные мной. 30 тысяч саженцев. Да. Для себя и для продажи. Вот. 30 тысяч. Вдумайтесь. Это рекордные урожаи мои. Десятками ведер. Абрикосов, яблонь, груши, слив, вишен и так далее. Вот. С одного дерева. Десятки ведер. Вот. Это. Уникальный опыт. Это промышленный сад. Который давал десятки тонн до того, как его сожгли. Среди вас есть люди с высшим образованием. Есть две Нобелевские премии. Хотите узнать, что это такое? Это все относительно к садоводству. К садоводству. Хотите стать гениями? Запросто. Вот это прощете. Продолжайте. Вот это. Записки. Вот. Ну и на всякий случай. 50 рублей. Если 4 штуки по 50. Или одна штука 100 рублей. Все самое ценное собрано тут. Вот. Теперь. Если что-то надо от меня. Сделать перевод. Или. Моя карта привязана к Сбербанку. Вот. Вот. Нет. Не так. Мой телефон. Понимая. Мой телефон имеет отношение. Карта Сбербанка. 8 960 776 8672. Или просто позвоните, если что-то вам от меня надо. Все, друзья. Я заканчиваю. Очень благодарен. Растроган. Потому что, еще раз. Я у нее не просил. Он сам мне прислал. Вот. До свидания, друзья. Счастливо оставаться. Вот. На улице морозы. Легкие, правда. В бочках лед. Но. Все-таки мы чего-то стоим. Погнать бы какой-нибудь редкий сорт. А. Сейчас. Это это самое. Ой, господи. Это. Это. Он уже не успевает окрашиваться. Все-таки Сибирь. Это бельферки Тайка. Что-то еще может у меня есть. Вот они самые последние зимние. Да нет уже. Хвастаться уже нечем. Ладно, друзья. На этом я заканчиваю. Походить бы еще по саду. Но это будет уже следующее кино. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова